МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вырезали из-за льда солярный знак, символ наступающего года козу. И 26 декабря жители республики ждет праздничное торжество, где взрослых и детей будет поздравлять Дед Мороз и Снегурочка. Идут активные подготовительные работы к республиканским новогодним мероприятиям, к празднику новогоднему, основная часть которого состоится 26 декабря. В этом году у нас достаточно... Такая будет интересная программа, связанная с театрализованным представлением, демонстрации наших лучших достижений в сфере, так сказать, культуры через хакасский национальный календарь. Новогоднюю елку также установили в Комсомольском парке. Позже ее украсят, а в самом парке развесить иллюминацию. Кстати, найти елочку для микрорайона было весьма сложно. Строгое жюри Абаканское парковое хозяйство проводило тщательный отбор хвойных деревьев. Предложений от жителей города поступало немало. На конкурсе победила ель семьи Колпаковых. Она росла в полисаднике много лет. Пушистую красавицу срубили с большой предосторожностью и также заботливо установили на радость жителей микрорайона МПС и улицы Аскизской. Семья Колпаковых дарит елочку городу. Это прекрасный подарок Новому году. Скоро засияют новогодними огнями елки в скверах Медвежонок и Заречной на Нижней Согре. Здесь уже есть горки для катания и в скором времени хвойные деревья украсит игрушками и разноцветными лампочками. И Абакан практически готов к празднованию Нового года. Новый год в России, так же, как и во многих странах Европы, отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января. Но, например, в Таиланде Новый год отмечают дважды. Дополнительный праздник пройдет еще 13 апреля. Причем второй Новый год тайцы отмечают так же, как мы Иван Купала. В этот день принято одеваться ярко и выходить на улицы. Но ни Санта-Клауса, ни Деда Мороза в Таиланде не встретишь, потому что главный атрибут тайска Нового года – вода. Тайцы поливают водой у каждого, кто встретится на пути. А Новый год в Китае отмечают по лунному календарю в период с 21 января по 1 февраля в 1 новолуние. Праздник превратился в праздник весны под названием Чуньцзе. Причем накануне праздника в домах проводят генеральную уборку. Необходимо так же раздать все долги. Кстати, Хакасия не исключение. И челпазы Хакаски Новый год весеннего равноденствия состоится 20 марта. Всего вам самого доброго. Встречайте утро и Новый год вместе с Вести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова